Поворот Кофе сегодня не растащили? Это потому, что твой папаша не приходил Ты что делаешь? Все ушли Я все закрыла Ты скоро? Неужели? 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 Я осознал, кофе — это константа. Константа? Да. Ты ведь меня поняла? Скажи, что ты меня поняла. Это просто я пью кофе, кофе движется во мне, но не меняется. Результат. Я становлюсь кофе. Мой пот пахнет кофе. Так всё, я поняла. Ты хочешь сказать, что всё пахнет кофе? Да? Это свойство кофе. Это не означает, что кофе — это константа. А тогда зачем всё это? Ну, вот эти кофейни. Мы. Кофе — это константа, и не спорь со мной. Кофе — это константа, и не спорю с тобой. Кофе — это константа, и не спорь со мной. Кофе, это Константа, не спорь со мной. Не спорь со мной, кофе, это Константа. Константа чего? Чего Константа? Это Сиглы? Амадина. Точно, Амадина. Нас проинструктировали. Скажите мне, я угадал? Это то, о чем я думаю? Возможно. Да ладно? Это она? Это тварь, кошка нашего босса. Он привез ее из Индонезии. Довольно гнусное животное. То есть вы не знаете, что это? Это большая куча проблем. Это куча дерьма. Золотого дерьма. Я могу это взять? Если хотите. Да. Что-нибудь еще? Да, посчитайте нас. Уйдем, пока он не понял. Ну, ты-то меня поняла? Ты знаешь о копе лювок? Это самый дорогой кофе в мире. И сейчас он у меня в руках абсолютно бесплатно. Слушай меня внимательно, эта киса ест кофейные зерна. Она переваривает их. Кофе выходит обогащенным. Белки расщепляются. Происходит ряд метаморфоз. Кофе становится. Самым дорогим кофе в мире. Вот такая чашечка. Стоит бешеных денег. За что люди платят? За что? За идею. За идею люди платят, потому что кофе это константа. Константа. Да. Я приготовлю его для тебя. Я очищу и высушу на солнце. Я приготовлю его для себя. Я приготовлю его для себя. Ну давай, рассказывай. С чего вчера набрался-то? Орал под окнами. Элка. Что Элка? Орогатило. Чушь какая-то. Не собирай сплетни-то. Сам накрыл. Когда? Вчера вечером, когда меня сняли за спектакля. И кто он? Это не важно. Понятно. Прихожу вчера домой. Дверь нараспашку. А они тебя видели? Нет. Это я их прекрасно видел. Они сначала потрахались. Потом поболтали. И дальше что? Она называла его Тёмой. Стерва, а? Говорила, что всех своих мужиков называют так. Что бы не проболтаться, когда он спит с Мудищевым. Что бы не назвать его чужим именем. А это кто ещё такой Мудищев? Мудищев. Я? Логично. Логично. А ещё сказал, что перетрахала половину театра. Ну, цену себе набивает. Мне как будто что-то оторвалось. Что бы не забывать. Удивительно. Светлана. Что бы не подарил. Удивительно. Что бы не было? Это какой-то момент. Что бы не было? Что бы не выбрать? Диана, мы знакомы? Ну, шапочно, если можно так выразиться. Я воспользовался вашими услугами 14 февраля, на День всех влюбленных. Ну, точнее, это не я. Мне коллеги это устроили. Ага, ну, может быть. Я Станислав. Впрочем, это не имеет никакого значения. Я хотел бы еще раз. Ну, рандеву с вами. Я взял кредит. Специально, чтобы ангажировать вас на ночь или на сутки. Чтобы в разных местах. Не только в апартаментах. Слушай, я на больничном. Что-то серьезное? Ну, просто на больничном. А, это нет, это ничего страшного. Я же с презервативом. Ну, или орально, если возможно. Ну, как вы умеете. Ты не понимаешь, я не работаю. Я терпеть не могу за деньги. Презираю просто это. Но вы, вы... Вам идет быть проституткой. Простите, я не это хотел сказать. Ну, нет, вернее, это, но не так. В общем, вам это к лицу. Мне очень приятно. Вы понимаете, мы с вами могли бы договориться. Пожалуйста, вот ваш заказ, как вы просили. Пожалуйста, ваш кофе. Приятного вечера. Но я просила чай. Разве? Я просила чай. Зеленый с жасмином в чайничке. Минуточку, я же вроде записывал, где это у меня было. Чай. Нет, кофе. Кофе маленький эспрессо. Кстати, вы слышали, что они учудили. Теперь кофе, оно мое. А не как было раньше, по-человечески. Девушка просила чай. Зеленый с жасмином в чайнике. Ну да, я принес. Вы знаете, я ужасный растяпа. Странно. Извините, пожалуйста. Как же так? У меня все было записано. Столько заказов. Можно в туалете. Что? Ну, я говорю, можно прямо сейчас. Здесь, в туалете. Помешали, что ли, вы все на этих туалетах? Нет, что вы, здесь удивительные туалеты. Прекрасные. Знаете, роскошные стульчики. Мягкие, теплые. Вам будет очень удобно. Вы сядете. Я буду стоять. Хорошо? Да я все завязала. Ушла я из профессии. А как? Как это? А что случилось? Замуж хочу, понимаешь? Нет. Нет, нет, нет. Пожалуйста. Ну что вы? Вам нельзя замуж. Вы не можете приезжать одному? Ну что вы? Вы наша, общая. Слушай, вали отсюда. Нет, подождите. Не прогоняйте меня. Мы должны договориться. Не уйдешь, внесу в черный список. Или вообще сама уйди. Пожалуйста, пожалуйста, не уходите. Не горячитесь. Ну как же так? Вы должны заниматься этим. Понимаете? Это абсолютно ваше. Вы не должны уходить из профессии. Вот теперь все в порядке. Пожалуйста, как вы заказывали, ваше эспрессо. Но я же просила. Девушка просила чай. Сигареты есть? Да, пожалуйста, в ассортименте. За стойкой. Хотите, могу своими угостить. Извольте. Пожалуйста. Пожалуйста, вот. Две возьму. Да-да, конечно, разумеется. Все уже. Да-да-да. Я прошу прощения, а можно сразу рассчитаться? У меня сейчас просто смена заканчивается. Мы закрываемся. Пожалуйста. Ага. Ух ты. И салатик я не хотел. Да. Значит, кто-то другой. У меня записано. Ну, сами понимаете, набегаешься. Сейчас я попробую вам найти сдачу. Пять. Шесть. Восемь. Пожалуйста, ну уйдите же вы уже в конце концов. Вся пятьдесят. Да-да-да, сию минуту. Все, исчезаю. Вы подумайте, а. Это ж надо, это ж просто какой-то мужской поступок. Взять, заплатить за даму. Это просто делает вам честь. Хорошего вечера. Извините. Вот, понимаете, вы должны радовать нас. Ну, должно же быть что-то хорошее, светлое, чистое. В этом мире дерьма. Ну что? Знаешь, ты в меня сейчас уверенность вселил. Я вообще сильный человек. Но тут сомнения одолели. Это чертова предрасположенность к рефлексии, что ли. Подумала, не тем я занимаюсь. Не нужно это никому. Ну, что это гадко, мерзко, унизительно. Что вы, это почетно это, когда вы, профессии появляется смысл. Правда? В мужской или в женский? Мужской. Мне неудобно в женский. Согласна. Пойдем? Давайте немного подождем. А чего ждать? Чтобы у вас рот остыл. Извините. Мне как будто вот что-то оторвалось такое. О-о-о. Ты это брось, понял? Оторвалось с нем что-то. Она тебя псирует, обглаживает. Чего тебе еще надо? А половина театра. Какого театра? Играем в ночном клубе. Поворотный круг стриптизеры толкают. И это принц датский. Я всегда подозревал, что за ней есть что-то такое. Этот гул. Какой еще гул? Из ее прошлого. Тема. Женщину в 30 лет берут с ее прошлым. Ты этого не знал? Леня, пару чашечек принеси, пожалуйста, к колу. И сигарет. Что? Сигарет. И сигарет. Ну ты что, с ума сошел? Йорик! Убери сейчас же. Убери. 15 век. Еле у антропологов экспроприировал. Ну, под расписку, конечно. Жорк. Ну, что ты вот несешь? Череп у Йорика 23 года. А этот твой, этот, неандерталец какой-то. Какой не он, неандерталец? Нормально? Конечно. Что ты не видишь? Нормально. Ой, давай дуй отсюда. Дуй, я тебе сказала. Ну, зараза. Ты видишь, у нас с зятем серьезный разговор. Какие-то семейные разборки. В нашем театре-то секретов нет. Лень! Мне тоже кофе. Грамм 50. Слушай, ну спрячь ты этого Йорика. Чтобы я его не видела. Да. Да. Видно, твоя жена не перед тем ноги раздвинула. Вы позволите? А? Не занято, можете. Хотелось бы узнать, что именно я могу. Нет, извините, я просто думала. А вот это интересно. Какие страшные думы могут позволить себе роиться в такой милой головке? Вы не представляете себе, как мне это все надоело, эти диеты. Ну, почему не могу позволить себе немножечко излишать? Кто тебе это внушил? Какие диеты? Что за излишество? А ну-ка, 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 рассказывай все. И не надейся, что я стану просить прощения за назойливость. Я за эту неделю полкило набрала. Это просто какая-то катастрофа. Полкило? Чего именно ты набрала? Вам не понять. Я чего только не делала. Я эти полкило сбрасывала целые месяцы. И какую только я гадость полезную не ела. И сколько я с своим парнем сексом занималась. Говорят, что это помогает от веса. Ты противница секса? Да я не знаю, я вес бросить не могу, а вы про секс. В вашем возрасте секс это основа основ. Да-да, и не надо так на меня смотреть. Жизнь столь коротка, что не стоит ее разменивать на какие-то диеты. Ну, скажите тоже. А знаете, вкусная еда это что-то вроде хорошего секса. Я продемонстрирую тебе рецепт сладкой жизни. Принесите девушке немного классики. Тирамису, Наполеон, Доспататас, Чэнто пер Чэнто и Дезире. Плитку лучшего шоколада, вишневый штрудель, потом мороженое и, конечно, кофе. Я же лопнул. Молчи, молчи. Возьми кусочек шоколада. Ну, не бойся, возьми. Ну, же тебя не укуси. Возьми немедленно. Возьми немедленно. Ну, что вы... Возражать. 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 А теперь... Медленно. 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 Ну, я тебе повторяю. Медленно. 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 Мне больше нравится Джонни Депп. Неважно. Анжелина Джоли вышла на кухню или в детскую. Вы с ним наедине. Терпкий запах его парфюма ласкает твое обоняние. Он наклоняется и переникает своими губами к твоим губам. Вы сбрасываете одежду? Дорогая. 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 Две с половиной минуты. Это рекорд. И вот это наша молодежь. Дети одним словом. Николай Романович уникально. А ты, Андрюша, говоришь, никто ничего не ест. Работать нужно уметь. Работать нужно уметь, блядь. Николай Романович, у вас там внизу... Работать, работать нужно. Работать за рубли, копеечки, на хлебушек и семечки. А девочка, знаешь, хороша. Ох, хороша. Ой, сейчас закурить и ничего больше. Все. Ты, Андрюша, ты же прекрасно знаешь, я давно не курю. За три года, что ты у меня работаешь, мог бы уже и запомнить, Андрей. Возраст, бестактность природы. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, Петр Семенович, ваша работа вызывает у меня несомненный интерес. Большое спасибо, Флора Варфоломеевна. Вы же знаете, ваше мнение для меня... Ой, бросьте, Петр Семенович, это мой долг, прежде всего, отделя зерна отплеил. И потом вы не обольщайтесь. Работа ваша сырая пока еще, для того, чтобы она превратилась в полноценную диссертацию, нужна серьезная правка и очень глубокие научно-исследовательские изыскания. Что это у вас такое тут? Ага. Простите, профессор, это не совсем то, это случайно, папа, позвольте. Ой, боже, ты мой. Это случайно. Так, простите. Боже, это какие необычные позы. Какое необычное строение суставов. Ну, это не Комасутра, это медицина-катастрофа. А знаете, Петр Семенович, что-то у меня внезапно пересохло во рту. Будьте добры, закажите нам по чашечке эспрессо, мне рюмочку НСВС. Два эспрессо, пожалуйста, и НСВС 50 грамм. Так. Да, так, 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 так. Слушайте, что-то мне это напоминает. Похоже, это уже было в диссертации Хайта. Слизни, как микрокосм. Противные слизники могут показаться еще более отвратительными, если знать, как они размножаются. Слизни присутствуют как мужские, так и женские гениталии. И когда эти два гермафраги встречаются, каждый пытается откусить пенис другого. Тот, кому это удается, остается папой. Другой, соответственно, мамой. Мамой. Грустно? Ваш коньяк и кофе. А вы знаете, Петр Семенович, что секс любят все, кроме стариков и детей? А дело в том, что, Петр Семенович, дети не знают, что это такое. А старики этого уже не помнят. Вернемся к вашей работе. Мне показалось, что вы слишком много внимания уделили так называемым потерям. Вот, смотрите, я цитирую вас же, что это такое. Самец осьминога оставляет свой пенис в теле самки. Через некоторое время у него вырастает новый орган. Вот еще, смотрите, у самца уховертки два половых органа, каждый из которых по длине превышает саму уховертку. Эти органы очень крупкие, легко ломаются, поэтому насекомые рождаются запасным. Это вообще, вот, смотрите, совсем, совсем, совсем не к месту. Знаете, самка богомола начинает поедать самца еще во время спаривания, или же закусывает им сразу после койтуса. Это какая-то коллекция страшила, понимаете? Надо как-то все-таки дозировать материал. Я подбирал наиболее интересные факты. Я понимаю. Но, вот, не знаю. Вот, не знаю. Знаете, о половых отношениях в животном мире у вас, конечно, материала достаточно. Вот, с растительным миром гораздо хуже. Ой, я прям даже не знаю, как вы из этого выйдете. Потому что, по-моему, изучать сексуальную жизнь растения вообще бессмысленно. Ее просто нет. Пестики, тычинки, школьная биология. Я даже не могу представить какого-нибудь возбужденного самца фикуса, пилертующего с блондинкой герани. Я пытался осветить экстремальные отношения. Может быть, что-то не получилось? Нет-нет-нет, вы не волнуйтесь. Я просто, знаете, я размышляю вместе с вами вслух. Потому что работа сама по себе очень интересная. Ее надо доводить до ума. Вы знаете, что мне понравилось? Потому что вы огромное внимание уделили насекомым. Да. Они превзошли нас в сексуальной изобретательности. По сравнению с насекомыми, личная жесть Маркиза Досада, это просто как бы это идеал любви и воспитание Смольного института. Ее могу. Согласитесь, коллега. Ну, вам, наверное, известно, что существуют такие животные, которые по части секса превзошли кроликов. Лемминги. Известна пара леммингов, которая за 167 дней дала 8 пометов. Однако самец после этого скончался. Божьих коровок можно с уверенностью назвать секс-машинами. Они спариваются по 9 часов в день и, заметьте, не умирают. Кроме того, у этих тварей, у них есть венерические заболевания, и они, как и люди, имеют извращенный секс. О чем это я, Петр Семенович? О насекомых. Это все не важно. Работать, работать и работать. Вот секрет научных сенсаций. Недурно. Вы знаете, вот на вашем месте я бы всерьез задумалась о проработке под темы сверхэкстремальных половых человеческих отношений. Эта тема не новая, но она всегда перспективная. Тем более, учитывая тот визуальный материал, с которым я только что ознакомилась, это весьма и весьма. Ну что вы, голубчик, ну зачем вам, ну зачем? Я бросаю постоянно, а вам ничего. Курение ведет компетенции. Ну что же, Петр Семенович, вы заслужили мое уважение, и как ученый, и как специалист. У вас очень богатое воображение, и очень стандартное анатомическое строение. Это в нашей профессии может пригодиться очень. Пожалуй, выбор меню я подоставлю вам. Вы знаете, не важно, что это будет. Австралийская, телятина, или яичем по-берлински. Мне будет приятно. В любом случае. Сейчас. Да. Видно, твоя жена не перед тем ноги раздвинула. Трагедия. Пить или не пить, вот в чем вопрос. Душа болит. Душа. Душа. Непростата. Очень смешно. Ты бы тогда кого-нибудь тоже бы где-нибудь зажал. Была бы диалектика. Тогда вообще что уже получится? А ничего не получится. Солнце не погаснет. Знаешь, сколько официально у меня мужей было? Вертели, крутили, все на стороне. И если б я обращал на это внимание... Ваш кофе. А сигареты? Сейчас. Лень, мои пятьдесят грамм. Сейчас. Ну, теперь мне все понятно. Что тебе понятно? В кого пошла ваша дочь? Даже интересно. В кого же пошла моя дочь? В папочку. Откуда ты знаешь, кто ее папочка? Значит так, я с Элкой сама поговорю. Только ты не влезай, хорошо? А они тебя видели? Да нет, я же говорил уже. Постоял молча и ушел. Вот это ты правильно сделал. Молодец. Молодец. Постоял и ушел. Я тебе так скажу. Нечего из жизни сцену делать. Табуретки ломать. Так значит, это все, что в вашей власти. О! Ты где шляешься? Хочешь нам премьеру сорвать? Когда б узнали то, чем я владел вчера. Очист, злодей, твой острый ум затмился. Ах, молилась ли ты на ночь, Дешдебона? Прочь руки, горло не дави. Я не горяч, но я предупреждаю. Теперь уж нет сомнений бить или не бить. Пред кем весь мир лежал в пыли? Торчит затычкую пшели. О, нет. Иди для тебя, презренный, моей супругище. Убью злодей. Молодец. Не трой меня. Могильщик, веропоказатель хрена. Оттоски! Давай, давай! Очистись! Очистись! Великий труд, какой пример вы подаете невесту нашим! Череп! Череп! Бедный Йорик. КОНЕЦ Мабу, тебе эта дыра ничего не напоминает? Я про тот грязный бар в Магадишо, где Уба проиграл подружку свою на бильярде Уба проиграл жену Если бы она была его жена, она бы мне сказала Я трахнул ее, когда на грязной посудине Пуло, когда мы били крокодилов под бомбо Под бомбо ты трахнул жену Пуло Если бы она была женой Пуло, она бы тебе сказала Да заткнись ты, Мабу, а то еще и тебя трахну Привет, красотка, я Иван Койот звонил тебе? Скажи ему, чтобы убирался Койот должен был вам сказать про контракт Тико Да насрал я на твоего гребаного Тико Койот мне рассказывал, как он на палец свои трусы наматывал Крутил, как пропеллер Пока они полностью не оказались на его пальце Я думаю, нам лучше поговорить о деле Я думаю, нам лучше сначала поехать ко мне Там я намотаю твои трусы на свой палец Потом тебя намотаю на палец А когда натяну, тогда и поговорим о деле Меня хотят убить Все И эти гребаные америкосы А я вот он Здесь, в стране белых медведей Им меня не достать Обо мне Уже доложили Путину Путин их всех порвет Ты помнишь, как Кул порвал хромого марокканца? Я тогда трахал в купальне жену Ясы и слышал, как тот визжал Да в купальне ты француженку трахал А жену Ясы ты трахнул на яхте Тико Ясы там не было, и он не мог визжать Да жена его визжала, козел Потому что я ее трахал Он никогда ничего не помнит Я его держу только потому, что он кокаин не нюхает Красотка, кстати, а поехали ко мне, а? У меня такой кокаин Самый лучший из Эквадора Кто тот человек, который вас интересует? Ты меня интересуешь, ты сейчас А ту белую обезьяну зовут полковник Грейв Он зарезал моего брата в Боготе Мой брат был святой Они вырезали ему печенку и сожрали Они сожрали моего брата Мабу А теперь этот фаберовский шакал охотится за мной, чтобы убить меня Койот сказал мне, что ты помогла Филу Койот должен был поговорить про контракт Тико Договорил что-то Про жало кобры и какую-то херню еще нес Это твое жало, красотка Хотел бы я, Мабу, чтобы это жало Ужалило меня в мое жало Койот мне говорил, что будет дешевле В два раза меньше Цену я назначаю сама И это только часть суммы, да? Половина Вторую половину я возьму с Грейва Таковы мои правила Я делю оплату между заказчиком и объектом Да, Койот говорил, контракт Тико И что я в итоге буду иметь? Завтра утром Эти люди уже будут подыскивать себе другую работу Койот поручился за нее, Мабу Он ей доверяет КОНЕЦ Дивен, что с тобой? Змея О, блин, его все-таки завалили, а? Да говорил, нужно было в Катмандо работать вышибалами в баре Боб, я же просил от тебя Звони мне только с того мобильника, что я тебе дала Он готов, малышка Ты классно сработала Теперь дуй в отель Сиди, не высовывайся И жди меня Прости, Боб Но я сейчас еду в аэропорт У меня рейс через полтора часа Да не дури ты Делай то, что я тебе сказал Я получила заказ, Боб И кто твой заказчик? Иван Иван, он заказал тебя Так получилось, Боб Я взяла свою долю по контракту Тико Остальное возьму с тебя Я должна отработать деньги, я же профессионалка И как же ты собираешься с меня получить вторую половину? А у меня твоя кредитка Американ Экспресс Черт! 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 Слушай, мартышка Поезжай в отель немедленно Жди меня там А вечером я тебя так отдеру, что ты своим визгом всех коридорных перепугаешь А завтра Мы с тобой Летим в Катманду Ты ведь не забыла Нас там ждут Харрисон без нас не справится Прости, Боб Но в Катманду я полечу Одна Если я буду кидать своих клиентов Со мной никто ведь не будет работать Жало Кобры Сэрисон без нас не справится На фотографиях вы не такая. Вы моложе. Вы гораздо моложе. Это старые фотографии. Я отослала вам старые фотографии. Это было нечестно. Простите. Что еще от вас ожидать? Ой, простите. Это было ваше первое объявление? Да. У меня был шок. Просто шок. Читая газету. И на последней полосе среди некрологов. Женщина ищет партнера для зачатия. И ваш телефон. Я просто сжег эту газету. Пошел в ванную, достал таз и... Жег ее прям там. Это было глупо. Это был поступок состояния эффекта. Простите. Потом я думал о вас. Думал, думал. И вас тоже жалко. А потом я захотел. Я понимаю. Я захотел стать отцом у вашего ребенка. Если не я, то кто? Я понимаю. У меня хорошие гены. Прекрасно. Ну и как мы тогда поступим? Не знаю. И что за женщина могла написать это? Я долго для себя решить не мог. Пойдемте. Куда? В туалет. Подождите. Что? Я так не могу. Мне есть с собой медицинские справки показать. Покажите. Вот. Пожалуйста. Я здорова. Но ведь можно как-то по-другому. Все эти глазки. Улыбки и флерт. Я не могу. Я разучилась. И кому мне, по-вашему, надо было обратиться? К родственникам? К подчиненным на работе? Не курите. Это вредно для маленького. Простите. Простите. Так. Покажите. Добрый день! Добрый день! Рад с вами познакомиться! Я рад вас познакомиться! Очень приятно! Приятного! Извините! 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 Ароматный кофе! Кафе ароматisé! Поехали! 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 Здрасте! 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 Это у меня что ли? Хотите сделать заказ? Арапика, Либерика, Бразильский. У нас отборный кофе со всех уголков света. Вы знаете, девушка, мне вообще кофе нельзя. Говорят, мне вредно. Есть только маленькую чашечку попробовать. Может быть, эспрессо? Со сливками? Вы знаете, я без сливок поглочу. Чего вас разорять? Вы, наверное, студентка? Со сливками ненамного дороже, но вкус будет мягче. Ого! Ничего себе! Что же мне кофе так сильно захотелось, а? Девушка, налейте мне, пожалуйста, как себе, маленькую чашечку. Вы же здесь, наверное, кофе пьете, а? Ну, маленькую чашечку попробовать. Кстати, я тоже у вас здесь работаю. Да. Вообще-то, за кофе надо платить. Вы зажали мне чашку кофе, пожалуйста, налейте мне маленькую чашечку кофе, попробовать. Не, ну я прошу вас, на персточек. Вон у вас сколько его. Ну, пожалуйста, налейте. Но вы можете об этом поговорить с менеджером, но он там. С менеджером? С менеджером. И он там. Угу. Спасибо большое. Менеджер тут? Менеджер там. Спасибо большое. Приятного аппетита. Закончил? Да. Прочистил. Какой-то идиот, швырнул в унитаз, женские трусы и презерватив. А с виду к вам ходят интеллигентные люди. Ну, подождал бы меня в зале. Я хочу кофе. Я очень хочу кофе. Как полагается, со сливками в чашечку. А мне не дают. Это что такое? Это цикорий. Тебе нельзя кофе. Сынок. Я не хочу цикорий. Я хочу кофе. Маленькую чашечку кофе. Кофе. Пожалуйста, мне чашечку кофе. Дайте, пожалуйста. Я очень хочу кофе. Паша. Пап, ну постой. Ну зачем ты? Так нельзя. Ну у тебя же сердце. Добрый день. Ешь, сынок. Остынет. Станет несъедобным. Сынок. Сынок. Продолжение следует... 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 Не хочу плодить сущности. В этом нет необходимости. Что это значит? Это значит, что я все сказал. Все, мне нечего добавить. Но ты почему так злишься на меня? Почему? Иди к черту. Ты слишком много куришь. Да. Я много курю, много пью кофе, я даже пью водку. Но я за почему-то тебя, а не у меня. Ты говори, говори. Главное не молчать. Главное выпустить пар. Пар, милый, у тебя в голове. Да, в голове. В голове, в голове. Да хоть в задницу. Только не злись. Не злись. Лучше бы ты пил кофе. Это как-то стимулирует эрекцию. Геля. Геля, Геля. Как обычно, ты все переживаешь. Да буквально всякую мелочь. Мелочь? Я? Ненавижу вот эту улыбку твою. Лысину твою. Вот эту ненавижу. Не понимаешь, что произошло? Это катастрофа. Каждые два года мы встречаемся, проводим несколько дней в постели. Потом ты уезжаешь в Сойкан. Мы с мужем два года живем душа в душу. Что теперь? Теперь ты сможешь мне показать Москву, Третьяковскую галерею, музей Пушкина. Я так ждала этого биеннале. Я могу сделать тебе кунилингус, если хочешь. Хочешь? Сделай. Может быть, это меня за то, что половину жизни я замужней женщиной. Тебе уже по возрасту можно думать о вечности и винограде. А мне? Ну, в конце концов, у тебя есть муж. Спать с мужем? Какая пошлость. Ну, заведи любовника. Я могу тебе одного посоветовать. Но прямо как я, в молодости. Вечная эрекция. Изменять мужу? Еще пошли, чем спать с ним. Да? А тогда что же ты делала со мной? С тобой. Что это было? Это неизменно. А что же? Так лучше. Не звони мне больше никогда. ЖАМЕ! Никита? Да, еду. Дела я уладил, да. Ну, а как же все-таки? Это же Астрахань, а? И, может быть, это моя последняя рыбалка? Да нет, это я так. Давай, пока. До встречи. Я не люблю французский язык. И я ненавижу короля солнца Людовика 14-го! Субтитры сделал DimaTorzok! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Это кошмар. Он меня совсем не слушает. Страшный, несправедливый человек. Я ведь с тобой говорю. Что ты лопочешь? Помолчи. Я не могу молчать. Я не могу молчать. Я никогда не молчу, когда вижу несправедливость. Она меня утомила. Голодный, оборванный, бедный. Он стоит у меня перед глазами. Он у меня запечатлелся. На сетчатке. С протянутой рукой. Закрой свой прелестный ротик. Вам тоже нравится мой ротик? Не отвечайте ей. Она и сама знает, что ее ротик не подражаем. Фу. Тебе лишь бы ротик. Дурочка моя. Не всем же быть умными. Нужно же кому-то быть и добрыми. Надо подарить этому несчастному машину. Надо подарить ему квартиру. Этому бедному. Нужно его на работу принять. Слышишь? Ты сделаешь это. Покажите мне, что у вас там. Один миг. Прошу. Выгодная сделка? Не то слово. Очень, очень выгодная. Мне вообще кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Нам предлагают купить землю. В Африке. В Африке? А поближе нельзя? 50 гектаров плантации кофе. Кофе? Вы посмотрите, это просто удивительный кофе. Ой. Господи, так они же бедные. Ой, голые, несчастные люди. А им есть дело укрыться от непогоды, когда идёт дождь? Там нет дождя, это Африка. Ну, они, наверное, плохо питаются. Лапочки. Сколько лет деревьям? Десять. Это наиболее зрелый и урожайный период для этого типа кофе. Официант, кофе, чашку. Какой сорт предпочитаете? А, какой сорт здесь? Арабика. Благородный арабика, лучший сорт. На него всегда большой спрос. Вы слышали? Да. Какой цену просто владелец? Не говорите, напишите. Конечно. Да, ну конечно, как всегда. От меня всегда всё скрывают. Африка. Африка. Как вкусно! Я хочу плантацию кофе. Вы слышали? Готовьте бумаги. Да, непременно. К завтрашнему дню договор будет готов. Вот сейчас приеду домой и незамедлительно займусь. Да. Домой? Чё за хрень? Домой приеду. Нам пора. Ну, мы же должны дать этому оборванцу денег. К какому оборванцу? Ну, мы проезжали на машине мимо оборванца с протянутой рукой. Ах, да, оборванец. Так, если ты не дашь денег, я отдам ему своё кольцо. Успокойся. Вот это вот. Успокойся. Или это отдам ему кольцо. Всего доброго. Всего доброго. Да, нам пора. Мы должны дать этому оборванцу денег. Даш, Даш, успокойся. Мы должны оборванцу денег. Ира! Ты всегда делаешь только то, что ты хочешь. Помолчи. Ты меня не любишь. Я тебя люблю. Не так. А как? Ну, не так, как я тебя. Я тебя люблю сильнее. И я ненавижу короля солнца Людовика Четырнадцать-го! Бескровным краска яркая, нужна. Твоя же кровь. И без того красна. Отстань от меня, маньяк! Извращенец! Не хочу с тобой. Хочешь, хочешь. Людовик Четырнадцатый, король солнца. Разорил Францию. Но сделал ее, законодательницей мод, на века вперед. Он не пил кофе, не курил табак, и государственные дела всегда ставил превыше любовных. Государство – это я, сказал Людовик Четырнадцатый. Секс, кофе, сигареты – это мы. Иногда. Секс, кофе, сигареты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok